И вновь мы в студии magicscope.com на канале марки Пермь24, где я, Пуртова Елена, представляю своего следующего гостя. Михаил Кобяков. Здравствуйте, Михаил. Михаил у нас иллюзионист, и что меня удивило вот на вашей страничке, что вы с детства мечтали быть иллюзионистом, в общем-то. Я осуществил свою мечту. И вы, да, и вы осуществили свою мечту, потому что очень редко бывает, дети много чего думают. Я была в детстве, помню очень хорошо, что я хотела быть дрессировщиком в тигров. Но оно не состоялось. И вы стали иллюзионистом. Вообще, вот как в мире иллюзий? Знаете, я все время думаю, а вот не боится ли иллюзионист, что у него может не получиться свой фокус? Ну, что-то вот раз пойти не так. Бывает такое? Ну, ошибки допускают все, и в нашем жанре тоже бывают. У меня была очень интересная ошибка где-то лет, может быть, семь назад. То есть, был прямо такой небольшой казус. Вот это было на свадьбе. То есть, я больше иллюзионист. Иллюзионист праздничный. То есть, не тот, который выступает на большой сцене. Ну, то есть, я и выступаю и на большой сцене, но в то же время и больше всего это свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские праздники. Да. То есть, вообще, иллюзия, она изначально, как бы, была, наверное, как сказать? Для сцены. Там три пространства закрыты. Нет, я не про это говорю. Я сейчас говорю про то, что иллюзия, она изначально несла собой только удивление, да? А сейчас мы должны не только человека удивить, но и развлечь. То есть, им создать хорошее настроение, праздничное настроение. Ну да. На сцене у вас, на свадьбе у вас сцены нету, там ничего не скроешь. Да, там ничего не скроешь. Там бывают люди сидят со всех сторон, я с ними общаюсь, то есть, я не только показываю что-то под музыку, да, а именно больше всего я общаюсь с людьми. Вот, то есть, можно все потрогать, посмотреть. Можно потрогать, можно меня схватить, там, я не знаю, за рукав, да, и за запястье, там, я обычно за рукава выступаю. Да, то есть, это же тяжелее. Ну да. Тяжелее. Хорошо. Вот вы начали к тому, что 7 лет назад был казус. Какой все-таки? А если я назову сам реквизит... Нет, вы не называйте просто... Это секретный реквизит, да, который человек не должен видеть и не должен на нем знать. И он не слышал. Он у меня просто выпал и покатился по полу. А, вот так вот. Вот так иллюзионист совершает ошибку, народ никогда не знает, что должно произойти. И вот, когда иллюзионист совершает ошибку, его задача сделать так, что так все и должно быть. Вот. И тогда, ну, как бы, народ не поймет, что... Даже есть глобальные, технологические, как бы, иллюзионные мира. Есть просто ловкость рук, да. У того же этого, Дэвида Гопперфильда, да, этого псевдонима. Он делает и большие глобальные, там, всякие целые, как сказать, кружевики пропадают. Ну, шоу такие, да. Иллюзионные, да. А есть чисто руки, причем он по залу ходит. А у вас есть какие-то глобальные фокусы, которые вот на свадьбе сделать, это очень круто. То есть, когда много инструмента. Нет, пока что глобальными людьми я не занимаюсь. То есть, я два основных направления веду. Это микромагия. То есть, микромагия это вот фокусы. Вот у меня резиночки на руках, да, на запястье висит. Вот. Что-то с картами. Вот видите, тут у меня реквизит есть. Тут пару пакетиков, да. Вот. И есть выступление, перед всеми гостями. То есть, оно интерактивное. То есть, это вот следующая ступень после микромагии. То есть, когда гости сидят, там, до 200 человек даже. Есть что-то на большой зал, там, на 800 человек. Общаясь с залом, задействуя зрителей, я показываю какие-то вот такие интерактивные вещи. А вот следующий этап, это уже когда распиливают. Ну, и, наверное, следующий этап, это когда исчезает статуя свободы. Нет, мне удивило-то всегда. Это как вот он в закрытом шкафу, да, погружает его там в воду, и он оттуда снимает эти все цепи, то есть, за какое-то короткое время выплывает. Для меня все как-то открыто. Вот сейчас есть эскепизм. Я слышал, что есть эллизионные мира, основанные на новых технологиях, например, как бы, когда делают проекцию экрана, который, как бы, скрывает. Ну, знаете, прозрачный плащ, например, да, это же новая технология. И этим фокусники уже пользуются. Вы слышали про это? Я видела технологию новую, что человек закрывается какой-то тканью, и он становится невидимым. Ну, вот, ну, он прозрачным становится, потому что, как бы, это вот какая-то проекция специальная идет, да. Но это уже, наверное, голливудские масштабы. Что вы имели в виду? Это такие уловки. Просто, ну, разовью вот ваш, то, что вы рассказали сейчас про новые технологии. А вообще сейчас очень в моде фокусы там с айфонами, вот, ну, если говорить про это все, да. Есть вот, например... Вместо карт. Вместо карт, да. То есть, вообще классно, когда мы берем предметы у зрителей, то есть там ваши кольца, ваши деньги, и делаем с ними какое-то чудо. То есть, это вызывает еще больше удивление, нежели я принес там свои платочки, какие-то там кольца, вот, как раньше выступали там, я не знаю, еще какие-то трости там, ну, все, что там вот делали до 2000-х годов. Вот. И про новые технологии есть иллюзионисты, они из Германии, у них есть свое большое шоу, то есть, ну, наподобие как раз Копертфильдовских. И как вот введены новые технологии. Например, есть большой, ну, что-то типа большого планшета, на который, как бы, ну, картинка с помощью проектора, ну, транслируется, да. И они там видят, ну, как видео, вот они сидят на мотоцикле, да, планшет показывают со всех сторон. И они, получается, с планшета, ну, будь-то бы из нереальности, выезжают вот на площадку, на настоящем мотоцикле, то есть, вот эти иллюзионисты. Или вот на BBC есть программа Клик о новых технологиях. Значит, давно был там такой номер, приглашают целую аудиторию, 200 человек, да, в зале. Там открытый Wi-Fi, ну, типа, перед мероприятием. Сидят люди, ассистенты этого иллюзиониста, через открытый Wi-Fi проникают в их соцсети зрителей. Когда ведущий ходит и читает их мысли, просто ему подсказывают, где сидит человек, у которого там, там, типа, у него собака есть, у этого еще что-то, да. Понимаете, вот в наше время, когда можно проникнуть в любую соцсеть, как бы, хакнуть, быть иллюзионистом не так уж сложно. Или вы поспорите со мной? Я думаю, что Михаил все-таки больше к таким классическим. Смотря, если вы говорите про ментализм, то здесь, может быть, и да. Вот. А ментализм, да, это вот чтение мыслей там или еще что-то. Вот. А когда я у вас взял кольцо, грубо говоря, оно пропало и оказалось там вообще на брелке с ключами, да, то здесь что-то между ловкостью рук, между, ну, каким-то чудом, да, если мы это сделаем очень красиво и грамотно. Вот. И здесь... Ну, покажите нам, вот, где вот, у нас веб-камеры, конечно, маленькие, но что-то будет... Ну, мы постараемся, да, что-то... Да, да. Я убираю микрофон, да? Да, давайте микрофон буду тогда держать. Я буду комментировать что-то такое. Ну, вот, как раз, кубик с простыми предметами, кубик Рубика, да? Кубик Рубик. Наш знакомый еще с детства, кубик Рубик, да. Если я кубик уберу в пакет, сколько способов сборки? Там вообще миллионное число комбинаций, да, у кубика? Да, да. Я, Михаил, помню, что в детстве я тоже пыталась... Получилось? Единственный раз мне получилось сложить. Получилось. Я раньше не умел собирать, но поскольку я все-таки стал иллюзионистом, мне пришлось научиться, кубик можно легко собрать, просто положить в пакет. Класс! Многие думают, что в пакете есть второй, я могу просто... А давайте еще раз. Что-то мы не поверили. Влад не поверил. Да, да, да. Только один раз показывает. Я его тоже запутаю снова. Слушайте, нет, ну это классно. В камеру, да, видно? Да, в камеру видно. Показываю кубик, показываю руки, я его просто подкину в воздух. Раз, два, три. Вау. Держите, проверяйте, покрутите, там нет секретов никаких. Да, нет, тут все нормально. Да, там говорят кнопочки, пружинки, то есть это обыкновенные кубики из магазина. Обычный кубик. Видно? Да. Давайте, держу. В колоде 52 карты, и мы сейчас рандомно определим только одну. И я дальше объясню, что будет. Хорошо. Вот скажите, карта большая или маленькая? Маленькая. Маленькая. Скажите, пожалуйста, от двойки до десятки любое число? Семь. Семь. Мася, черная или красная? Черная. Черная. Черная семерка, крести или пики? Пики. Пики, да? Семерка, пик получилась. Ага. Вот смотрите, я открою, достану карты из коробочки, перед камерой все карты раскрою, и они все смотрят в камеру, да, все карты? Да, видно. Вот, лишь одна карта смотрит наоборот. Слушайте, ну это здорово. А это точно пики? Я уже не знаю, не нравится. Да, это семерка, пик, да. Здорово. Вообще, я посмотрела у вас еще на сайте фокус-фокус детское шоу. Да. Это классно. То есть у вас такая прицелая прям программа для детей. У меня, да, у меня прям прицел есть еще на детскую аудиторию, то есть от 4 до 10 лет. Вот вообще с 4 до 8 дети прямо верят в чудеса, верят в волшебство. Можно многим чем обмануть, но вот прямо удивить, чтобы они верили в чудеса. И там родители мне говорили, что, ну там дети вообще загорелись. То есть вот это непросто. И то есть это дорогого стоит, когда я получаю такие отзывы, что дети там бегут счастливые. Но я там увидела, что вы даже их тоже вовлекаете в процесс. Да, то есть у меня детское представление чаще всего на днях рождениях я показываю 25 минут. Они сидят на стульчиках, я перед ними выступаю и их задействую вот как раз в разные фокусы. У меня появляется голубь, в конце появляется кролик, там они в конце получают по волшебной палочке на память. Что такое вот это вот на тарелке-то было, так я не поняла. На тарелке что? На тарелке они там открывают крышку, там торт. И там кролик. А, кролик. Там кролик появляется, да. Он просто сидел не очень так удачно. А вообще трудно ведь придумать свой номер, даже зная там многие технологии, да, вот как вы их придумываете? Или берете чужие? Или просто модифицируете? Вот смотрите, есть номер как таковой для сцены, то есть, например, для конкурса, да, иллюзионистов. Вот, например, если взять Владимира Владимировича, Владимир Николаевич Данилин, да, наш, вот, он номер подготовил, там у него какие-то свои фишки были, то есть какие-то свои прям наработки, свои даже, как сказать, секреты, да, вот он туда привнес. Плюс это все срежиссировано было, вот, и был прямо, ну, поставлен оригинальный номер, ширма, к примеру, да. Ну, есть еще разные иллюзионисты, как бы, по всему миру, которые ставят оригинальные номера, используя, может быть, даже какие-то базовые иллюзии, придуманные другими людьми. Вот это прямо номер, то есть, вот, который поставлен режиссерски. Вот, другое дело, например, как появить кролика, то есть, есть много разного реквизита различного, да, которые я могу приобрести, но уже как я это подам на детском празднике, да, это не прям такой номер масштабный, который для большой сцены, да, срежиссирован, вот, это небольшая иллюзия для детской программы, которую я все равно по-своему тоже преподношу. То есть, как бы, я покупаю, например, готовый реквизит, который кто-то придумал, вот, добавляю свою подачу, какие-то там шутки, свои наработки, вот, и создается небольшой такой номер для детей, например, если говорить сейчас. А вот на всемирных чемпионатах как оценивается чемпион? Жюри сидит, если она не угадала, как это сделано, то человек победил или как? Нет, я думаю, что тут оценивается, наверное, актерское мастерство, оценивается сложность вообще, да, если там, там же есть разные направления, там сценическая магия, манипуляция, да, если, например, он, грубо говоря, карта появляется при помощи мастерства рук, ну, они это видят, да, это плюсик, если они знают, что, грубо говоря, там он залез, какую-то карту зацепил, там, где-то ее чик, достал, подцепил, вот она появилась, да, то это уже тут, ну, не такая ловкость рук, сколько секретная механика, то есть это уже не так оценивается, ну, вот, если об этом говорить. То есть в разных направлениях, там есть комическая магия, да, там по иллюзиям, микромагия как раз, ну, с картами, например, вот, то, что ты сюда привнес, какие-то ты свои фишки придумал, какие-то свои идеи вот привнес, все это в целом как бы смотрится. Интересно, что-нибудь еще покажете, ну, вот из такого же простого. Из простого, так, держите микрофон. Давайте из детского что-нибудь, будем как дети. Ну, вот мне уже понравилось много чего из детского. Ты думаешь, да? Начнем не с детских предметов, да? Так, ага, зажигалка, да? Да, зажигалка, смотрите, готовы? Так. Снимайте, да, раз, два, три, шарик. Возьмите его, посмотрите. Вау, он такой-то... Он похож на нос клоуна, да? Вот как раз из детства вот ассоциация появляется. Вот сейчас левую ладошку, да, откройте перед собой широко. Нет, другую левую, открывайте. У вас одна левая рука, да, конечно, другой левой не бывает. Сейчас шарик сожмите крепко, крепко сожмите. Подуйте на вашу руку. Открывайте ее. Второй появился, да, и он тут уже ко мне прибежал. Второй, да, у нас два шарика. Так, а снова можете микрофон подержать? Да, держу. Вот если я один шарик положу себе в ладошку, второй просто уберу в свою сумку. Сколько шариков у меня в руке? Так, два. Ноль. Ух, а то, что вы переключили внимание на меня, а там чего-то у вас исчезло, это может быть? В какой момент? Ну, я не знаю. То, что я вам дал микрофон подержать или что? Вы сказали, вот вы его взяли, да, эту руку, то есть у меня переключилось внимание на вас, и вы сказали, сколько шариков, я тут задумалась, и они вот в этот момент... Нет, почему, я на ваших глазах шарик положил в эту руку, а второй убрал в сумку. Лена, не будьте трезвые гости, нужно быть как ребенок или как пьяный взрослый. Я помню, как читала, вот про магию, да, и там говорилось, что самое простое, это вовремя внимание захватить зрителя. Перенаправить, перенаправить. Да, 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 и в этот момент что-то произвести, вот. Мы должны заканчивать. Уже? Да. Давайте я сделаю небольшую разминку, наверное, даже с каждым нашим зрителем, и в том числе с вами. Можете вытянуть ладошку перед собой. Так, любую? Любую, любую, да, и делайте то, что я говорю, сожмите ее в кулак, разожмите, сожмите, разожмите, сожмите. И покажите указательный палец, вместо указательного все поднимают большой. А, да. Как правило, все ведутся, все, ну вот даже, опишитесь, да, кто действительно поднял большой палец вместо указательного. Я слушайте, да, не поняла, что это, ну вы же показали тоже большой палец. Ну я показал большой, я говорю, делайте то, что я говорю. А, ну это так, это на внимание так, небольшая просто прибоутка, шутка. Я сожалею, что у нас так быстро время закончилось эфирно, и еще раз представляю, что у нас в гостях был Михаил Кобяков. Приглашайте, иллюзионист, вообще на самом деле очень интересно. Увидимся на следующей неделе. Это не рекламный эфир, это эфир о мечте человека, который ее осуществил. Так вот, замечательно. Да, кстати, изначально-то мы с этого и начали. Замечательно. Мой эфир на канале МаркиПерин24 заканчивается, через несколько минут мы с вами увидимся на канале Интеркультура. До свидания. Продолжение следует...